Вот давай, такой сложный вопрос, но просто невозможно, безумно сложный вопрос. Вот видите, паруса, да? И вот там вот тоже парус, но никак не могу его пока сообразить, как правильно сделать, чтобы было вот так вот, да, чтобы солнышко светило, чтобы здесь, видите, у него там такая шапочка беленькая, да? Чтобы это всё корреспондировалось, и тут парус, ну, регата такая, в общем, паруса. Да, вот так, чтобы летать, чтобы понять, как решить безумный вопрос, сложный. Вот я всё время думаю, вот хочу сделать бесплатный ликбез для населения всей страны против стресса и для развития творческих качеств. И вот я размышляю, размышляю, никак не могу понять, может, вы мне поможете, никак не могу понять, потому что, с одной стороны, бесплатный ликбез – это хорошо, а с другой стороны, кто-то думает, и таких немало сегодня, потому что всё запутано, думают, бесплатный ликбез – это бесплатный сыр, только в мышеловке бывает, да? И вот я всё время думаю, как сегодня в ситуации, когда нет баланса между духовными и материальными ценностями, как правильно помочь людям сегодня в наше сложное время проявить свою любовь к ближнему. Ну, именно на моей основе, на основе моего метода ключа, который помогает по существу и детям, и взрослым снимать нервно-мышленные зажимы и блоки, можно как раз-таки сделать концепцию психологической безопасности населения на основе повышения стрессоустойчивости с развитием творческих качеств. Ну, первую часть метода – синхрогимнастику, которая же в учебнике для школьников, профессора Матвеева для 10-11 классов. Уже вроде бы как бы я много чего сделал уже. Ну, первая часть, ну, в школе будет скоро. Ну, вы представляете, ну, я для всех же могу сделать. Ну, вот такой бежурно сложный вопрос. И как же мне всё-таки этот парус сделать, а? Да? Может, подумаете, поможете, может, кто-то даст хороший совет? Ведь очень такой сложный вопрос. Как помочь ближнему? А чтобы он ещё не подумал, может быть, у тебя какая-то цель? Ну, как делать доброе дело? Да? И в то же время, чтобы ближний тоже откликнулся. Ну, например, в Ютубе у меня поставил комменты там для продвижения нашей школы «Человек будущего». Комментарии написал, пускай самые каверзные комментарии, мне не важно. Главное, чтобы я видел, с кем я общаюсь. А я вижу иногда по комментариям. Кто просто меня там хвалит, мне этого недостаточно, этого у меня полно. Мне нужно, чтобы конкретные конструктивные вопросы писали. И конкретно отмечали, что у нас положительного, что отрицательного. А если кто-то что-то не понимает, и пишите конкретный вопрос. Да, вот так мы школу и поднимаем. Комментами, комментариями, советами. Да-да, так и получается бесплатный ликбез для населения. Нашими видеороликами, нашими семинарами. Ну, есть там платные вебинары, но это уже для особо таких, сказать. А есть еще для подготовки специалистов платных. Но бесплатная часть ликбеза должна быть для всего населения. Советуйте, как это сделать.